Он нас сделал друзьями, дал намное имя, нас зовут христианин. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали. Он врачует, не гудит, утоняет печали. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал намное имя, нас зовут христианин. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал намное имя, нас зовут христианин. Он дарует спасенье, милый радость и смерть, и второе рожденье, только если не веруй. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал намное имя, нас зовут христианин. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал намное имя, нас зовут христианин. Восемнадцатая. Справа помним, я не знаю, звуки слов любви. 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 И гласят в утеху слез, звуки слов любви. Без любви вещает, грешник Бог прощает. Славьте Христа, славьте любовь Христа, славьте любовь Христа. Дышат радостью святой звуки слов любви. Полной дивной красотой звуки слов любви. Славьте Христа, славьте любовь Христа, славьте любовь Христа. Образ совершенный. Тридцать первое. Образ совершенный, любви и чистоты. Славьте Христа, славьте любовь Христа, славьте любовь Христа. Славьте любовь Христа, славьте любовь Христа, славьте любовь Христа. Прощать хочу за них молиться, как ты молил о них, хочу, как ты, смириться среди сынов земных. Во всем хочу тебе я, Спаситель погрожа, но мне всего милее в тебе лишь пребывать. Хочу к тебе, деды, ходить к тебе одном, чтоб виден был из деды, чтоб ты сиял кругом. К тебе прибыть желаю, к тебе хочу пыльнуть, но лучше умоляю, ты сам во мне пребудь. Тогда мое сознание напомнит добрость твой, и я твое создание навек солью с тобой. Тогда уж не порыва, а каждый миг земной, вообще не счастлива, я буду жить с тобой. Засветит мне земное снаружи и внутрь, погаснет я плотское в лучах твоей зари. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 12 стих Ночь прошла, день приблизился Итак, отвернем дела тьмы И обличемся в оружие света Толкование То есть ночь скоро кончится Например, положим, что ночь состоит из 12 часов Когда пройдет 10 часов То говорим, что ночь кончается Вместо прошла близка к концу Ночью называют настоящий век Потому что в нем многие находятся во тьме И жития каждого покрыта тьмой А днем именуют век будущий Как по причине светлости праведных Так и потому, что тогда откроются тайны всех В Евангелии же днем называется настоящий век Потому что во время его должно делать А ночью именуется будущий век Потому что тогда никто не может делать Делами назвал греховные действия Как нечто трудное Сопряженное с великими неудобствами Подверженное тысячам опасностей Даже в нынешнем веке А оружием света наименовал действия добродетельные Ибо они поставляют имеющего их Как оружие в безопасности И делают светлым, как оружие света Словами Отвергнем и обличемся Показал удобство того и другого То есть и удаление от злых дел И обращение к добродетелю Как не трудно отложить одежду И облечься в другую Так возможно удалиться от порока И восприять добродетель Все, кончилось полкование Кого какие мысли На этот счет Видите, в одном месте День и ночь Слишком быстро ты читаешь Быстро Бежишь и Надо как бы помедленнее Чтобы воспринять слова, которые говорили Болгарские Виктор Андреевич, ну он не виноват Еще раз, помедленнее Златаруста надо бы, конечно Давайте еще раз, помедленнее Еще раз, двенадцатый стих Ночь прошла А день приблизился Итак Отвергнем дела тьмы И обличемся в оружие света Толкование То есть ночь скоро кончится Например, положим Что ночь состоит из двенадцать часов Когда пройдет десять часов То говорим, что ночь кончается Вместо прошла Близка к концу Ночью называют Настоящий век Потому что в нем Многие находятся во тьме И житие каждого Покрыто тьмой А днем именуют Как век будущий Как по причине Светлости правильность Так и потому Что тогда Откроются тайны всех В Евангелии же Днем называется Настоящий век Потому что Во время его Должно делать А ночью именуется Будущий век Потому что Тогда никто не может делать Иоанна 9.4 Тут еще говорится Никого нету Но Тут вопрос на вопрос А сейчас помолчите Никто не может делать Вопрос состоит как Что умерли закрыто Возможно сделать На церковь придумали За тебя кто-то другой будет делать Индульгенция может сделать Кончилось Ночь наступила И перемены в ночи Никакой нету Все остальное Это такая выдумка Что даже доказывать не надо Ну куда точнее Это же Святые отцы пишут Об этом Слово Божие И все просчитали Положили Если мы никакого Вывода не делаем Зачем тебе эти знания Не должно делать Вот я сейчас пришел У меня Я выставил там Материал О Челябинском этом Метеорите Так называют Ну вот ты услышал Это произошло 15 февраля Отзывы всякие Ни одного нету Отзыва правильного Я сейчас почитал О этих роликах Из разных мест Фотографировали Все они разные Но ни одного Нету отзыва Я вынужден был Сделать отзыв Какой я бы мог Отзыв сделать Такой чтобы подтверждался Священным Писанием Этот метеорит Чтобы уязать Со временем Я Ну священники Смотрят Да смотрят Поставили только Уже полтора миллиона Зашло Другие ролики По 475 тысяч А у нас Собрание прошло Месяц прошел Один человек Какой зашел Один человек Ну отзывы Идут На этот метеорит Ну ни одного Отзыва нет Писания Какой ты отзыв даже Про метеорит Да Приметеорит Не про собаку Все я видел Сатану Спадшего с неба Видел Как это Упоказать Что это именно Сатана Пал с неба Связать это С сатаною Что именно так И относится К этому дню К 15 февраля Я все это Вместе Увязал В одном предложении Сретение Господи И с Священным Писанием О Сретение Слово Сретение В Библии Встречается Только три раза И одно место Встречается Как раз К этому месту Амос Пророк 4 глава 12 стих Но я не закончил 4.12 Идеяния апостолов Есть Нет другого имени Подниму К данному человеку 4.12 Мос У кого есть Библия Откройте Просчитайте Еще Библии нет Есть Библия Ну-ка давай Ну вот так Как ты думаешь Почему никто Не отвечает По Писанию А там входят Люди разные Разные Там и баптисты И православные И католики И не один Вот Время-то уже Считай Сегодня 17 Это уже Третий день И ни одного Отзыва нет По Писанию Чтобы это Чтобы войти По Писанию Нужно знать его С одной Раза Открыл А вот 4.12 Чтобы это было На сегодня На завтра И до конца Мира Какое-то Знамение Просчитай Так Потому Так поступлю Я с тобой Израиль И как я Так поступлю С тобою То Приготовься К сретению Бога твоего Израиль Предупреждение Чтобы встретился Израиль С Богом Это Сретение Произошло Я написал Что Встреча была Са Христом А здесь Встреча с незнакомым Предметом Астероид Осколок Или какой-то Кометы Или что-то Но само по себе Так Для Бога Чтобы это было Неведомо Это же Какое событие Это волосинка Одна с головы Не упадет А здесь Такое событие О котором весь мир Заговорил И показывает Кратер Громадный Кратер И все Везде Пылает Горит Огнем А по краям Снег Лежит Вот Удивительно Весь Кратер Огненный Ну Кратер Я не знаю С чем сравнить Там Человек Рядом Не стоит Может Опасаются Еще Приготовься Израиль К Сретению Бога твоего А что Относится К Израилю Относится И к нам Ну вот Хорошо Мы запускаем Ракету У нас Ракетная база Там Америка Да Бог ударил Два Три Метеорита Ни одной базы Ничего нет Вместе с Пентагоном Провалится в тартары Кого ты пугаешь В Библии говорится Когда шла война И отступал Враг То Бог С неба Бросал камни И от камней Погибло больше Чем в самой войне А в войне Погибали То на них Как сегодня Там в окопах Стреляют Надо было Вплотную Сходиться Брать друг за друга Кусать Нормать Колоть Убить И камнями А падает камень И у Гестава Дарья нарисована Там ужас Коня переламывают Все я отошел Приготовься к встретению Это имеет сегодня Завтра Послезавтра И до кончины мира Это знамение имеет Я поступил с тобой Произошло встретение Как раз Земля встретилась Похоже? Похоже Встретение Земли Было с этой камней Было Встретение Слова Божьего И предупреждение какое Самое прямое Приготовься к встрече Господа Бога твоего Главное 15-го еще И мы Тогда поднимемся К нему встретение Первое Песловитическое говорится Глубокий смысл Скорее поставил И бежать к вам Думает Они-то хоть там встретились Праздник же был Праздник встретились Встретили Я попутно хотел спросить Вот сегодня Кто у нас тут пришел Который не бывает На собрании На занятиях Ну Полтора человека Может быть Вот Александра Михайловна Она Редкий-редкий гость Такой Стала частой Стала частой И она уже не может Заслась на третью причину Что я его Замуж И мне некогда Муж умер И она Голубушка Свободная Ну Игорь Столько я читаю Сейчас Слава тебе Господи Валентин Александровна Мама Да Мама Редко И сегодня Лена Лена тоже Очень редко Приходит Чего она Приходит Редко А сегодня Решли Столько Вы уже узнали Здесь И думаю Стали занятия Проходить Где-то В разных местах В городе Те же самые Люди Приходят Кто здесь Ходит Значит Надо Переломить Обстановку Собираться У тех Которые Не ходят И там Их Помаленьку Подтягивать Собираться Даже Не у тех Которые Активные А которые Ну Посмотреть Возможно Нет Напроситься К ней Посмотреть Кто рядом Предупредить Ну Начинайте Двигаться Повторяю Что мы Те годы Собирались Больше Десяти лет Собирались Когда было Против И настоятель Сегодня Нас Никто Не тревожит Мы Собирались В разных Местах Но Нас Было Мало И мы Собирались В одном Месте Одновременно А следующее Занятие У другого Ксения Степанов Была Вот Алевтина Одна из Тех Кто Сохранилась Это еще Осколок Тот С той Эпохи Метеорит С прошлого Века Продолжаем Толкование На 12 стих Римлянам 12 главы Делами Назвал Греховные Действия Как Нечто Трудная Сопряженная С великими Неудобствами Подверженная Тысячам Опасностей Даже В нынешнем Веке А Оружием Света Наименовал Действия Добродетельные Ибо Они Поставляют Имеющего Их Как Оружие В безопасности И делают Светлым Как Оружие Света Словами Отвергнем И Обличемся Показал Удобство Того И Другого То есть И удаление От злых дел И Обращение К добродетели Как Нетрудно Отложить Одежду И Облечься В другую Так Возможно Удалиться От порока И Восприять Добродетель Об этой Библии Хотел сказать Библия Знаменитая Мне ее Купили в подарок Я попросил Купите мне В Нью-Йорке За нее Тогда заплатили 99 долларов Цена То не маленькая Вот И я ее Привез сюда Ну она лежала Тут у меня А тут сейчас Далла И в дежу Она уже Потеряла свежесть И первую страницу Изменяли Я ее Привез В руках И И Златоу 12 томов Из Америки В 92 Году В августе Месяце Вот так Прости 13 Стих Как днем Будем Вести себя Благочинно Это не она Потому что Издание 91 И Издание Красного Знамени Какое Издание Красного Знамени Издание Красного Знамени Трудового Это не та Библия Просто Похоже Я в начале Посмотрел Там Зарубежная Идет Почти Такая же Они перепечатали Перепечатали Наверное Перепечатали Ну прям Одинаково Совершенно 99 долларов Они корочку Такую сделали Все одинаково Тринадцатый стих Тринадцатая глава Послание Кремнина Как днем Будем Вести себя Благочинно Не предаваясь Ни пированием И пьянству Ни сладострастью И распусту Ни ссором И зависти Толкование Бестолкование Пока смотрите Как днем А дальше День Это настоящая жизнь Не предаваясь Пьянству Россия когда не пила И отсюда вывод Что Россия Не святой была А жила во тьме Всю жизнь И без слова Божья Жила в пьянке Но вывод-то прямой Будем вести себя К огнем Не предаваясь Пьянству Сладострастью А в шестнадцатом году Когда пишут Такой разврат Стоял Как в Париже В Санкт-Петербурге Везде Офцеры Князья Там что только было Не иметь любовницу Считалось пороком Вот оно и пришло Все Россия Святая Какая она святая Она во тьме была Как это Россия во тьме Или как В Англии Кто там говорил Во тьме Не Уэллс Герберт Уэллс Да Вот это все Надо разламывать И не бояться Сказать И они Доказать что Святая Русь Какая святая Сами говорите У меня в книгах Где-то указано Количество табака Которая выпускалась Весь шла Тысячах тонн А водка исчислялась Миллионами Там какими-то литрами Декалитры А? Декалитры Декалитры Это 100 литров Дека 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 Здесь Удивительно Как можно было ожидать Другого тогда И царь Батюшка был А что казна наполнялась Ну и наполнилась казна Все золото Перешло в другую страну Вот мать бы Спаила сына Чтобы он в получку Отдавал ей деньги Но семья-то Это государство Это семья Царь строит шинки Чтобы люди пили И деньги отдавали Да какой же он царь Тогда был Вот понимаю Мусульман Тысячу 300 лет Ни одной стопки И все знали Вашка сразу Вот вера Какая крепкая И главное Вера Основанная Не на откровении Иисуса Христа И как они Держат А здесь вообще Ничего нет Но это еще Можно запретить Вино Но сделать Чтобы вы пять раз В день молились Я даже вас Не могу заставить Я слабее Мухаммада Сколько прошу Умоляю Пять раз в день Хотя бы Пять Семикратно в день Ну вот Показывает Что надо делать Толкование Выше сказал День приблизился А теперь Показывает Что он уже Наступает Ибо Учит вести себя В нем Благочинно Благочинством Привлекает Тех Которые Много уважали Славу народную И не сказал Ведите себя Но Будем вести себя Делая свое Вещание сносным Ибо Ничто так Не безобразно Как грех И ничто так Не доставляет Благообразия Как добродетель Не пить запрещает Но пить без меры Не употребление Вина Но пьянство Пированием Называется Состояние В пьяном виде Соединенное С обидами Что называется Также Бесчинием В пьяном Состоянии Сказав Прежде о пьянстве Теперь говорит О происходящем От него зле Ибо Распутство Происходит От пьянства И здесь Отсекает Не сообщение С женщинами Но блуд Угасив Зло Рождающееся От похоти Подавляет Теперь и то Зло Которое Происходит От гнева Ибо 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 Ничто Так Не возжигает Похоть И не Воспламеняет Гнев Как пьянство И бесчиние В пьяном Состоянии От зависти Происходит Рвение Или ссора Потому что Завидующий Другому Доходит До ссор Посему Означает Это Почему Такое имя Болгочинное Наименование Такое Наименование Не соответствует Действительности Я понимаю Что не соответствует Батюшка Он пишет Ваше преподобие Заголов Все время Приветствую Архиепископ Ваше преподобие Откуда Слов много таких Преч, Лес, Святейший Откуда взяли Святейший Слово Святейший В Библии Встречается Только два раза И оба раза Не по отношению К Богу То есть Допускается Это Святейшая вера Назидая себя Пишет На святейшей Вере вашей Иуда Послание Иуды На святейшей вере Вера святейшая Ну и Второе В неканонической Книге На святейшей В месте 7 Храм где стоял Там Средоточие Богу поклонения Было Вот все больше Нигде нет Бог святой А это Святейший Он спокойно Ему просто Когда обращаются Не говорят Святейший Кирилл А просто Ваше святейшество Можно к вам обратиться И мало того Президент к нему Так обращается Приучили Ну кому непонятно Что святей Приводского Значит Сравнительная степень Святее Превосходное Святейший Так еще он Святым не стал А как он Святейшим То может быть Вот этот Пишет Тющев Ям На костре Про папу И вот об этом Он очень хорошо говорит Благочинный Так его не ответили Да и как Благочинный человек Благочинно себя ведет Пристойно А как может Его благочинение Которое охватывает Весь район Быть благочинением Когда тут пьян Вступит Ну возьмите статистику Пьяных на дороге Ну не Сколько там процентов Даже один процент Есть или нет Да один это много Ну на сто шаперов Один пьяный Да нет конечно А аварии Которые совершаются Из них 50% Принадлежит пьяницам А у них Может быть 0,0% Пьяных Их поймать то трудно Их мало на дороге Пьяных Мы вот ехали Сколько Страну проехали Ни одного не видали А принадлежит 50% А в России Как В России тоже были Аварии На пароходах Везде А пьянство Процент Тот же самый процент Как было Не научиться На том опыте Да вот Может он пишет Ну Не пьянство осуждает Правильно Но правильно Но где эта мера Вот Жданов говорит Когда Владимир Георгиевич Профессор С академатом Городка Он против алкоголя Президент Международной Ассоциации Трезвости И он прямо говорит Нисколько не надо Принимать Это никак Ну маленько Вот делает эксперимент Три мужика Может быть два Ну молодые еще так И женщина Ну тоже 25 лет Там самостоятельно Вот Вызвались Вы добровольно хотите Что мы вам Над вами эксперимент Хотим провести Бесплатно А что Какой эксперимент Будем давать вам Пить что хотите И есть что хотите Вот показывает Они все согласились Подписались Что они Никаких претензий не имеют И так Ну сели Это все нам Нам А тут вино Там шампанское Ну выпьем маленько Выпьем А ты где живешь Все разузнали Другому Наливает И все это Фиксируется Давление Выпили еще Девка сидит Один за щит Маленько Толкнул ее После третьей рюмки Начал щипать Дальше Дальше Они заворожили Такое Накрутили здесь А все это заснято Было на пленку И назад Опять их допрашивает Этот нарколог И говорит Ты до этой рюмки Помнил себя Слабо помню А память Да память у меня Отличная А что дальше было И дальше Ему показывает Он сидит Мне стыдно смотреть Что я делал Это я делал Ну это снято И один раз Только показали бы Ни много Ни мало Не надо пить Ни грех Да я соглашаюсь Ни грех Но лучше нисколько Где коготок Там и увязнуть По локоток Мусульмане это поняли Шайтане кровь То есть кровь черта Это вино Водка И категорически Запрещается Никак Нигде Я вчера один ролик поставил Парень Который оказался В Афгане В Афганистане И вот там Выход был один Говорит Или смерть Или жизнь Но жизнь получить Только через Принятие ислама Ну я подумал Товарищи сколько 16 человек уже расстреляли Пленных Я сказал Я принимаю мусульманство И пока он сидел Пять страниц Корана выучил Не понимая ни одного слова И он теперь выходит Молится И теперь Когда тогда был Рудской Они заботились искать Ну нашли сколько А встречи здесь нет Только через Пакистан Ну как-то проехали Встречаются И вот он все о себе Рассказывает Как они были Они пусть Такие простые Эти вот Каменный век А у вас тут где-нибудь Есть Ну может убитый Да есть Мы расстреляли его Он мусульманства не принял Молодой мальчишка был И долго держали А потом расстреляли И он залазит Камни разбирает Там и тряпки И вот тряпки От него вытаскивает Там мертвец А русские-то берут кость Себе в сумку И пойдут генетически Там анализ Сделать в Москве А этот женился Но говорит Ко мне по-прежнему Осносят Как к кафару неверному По-прежнему Я говорит Мусульманин Он выходит Молится И жена И жена у него Жена хорошая такая Но она ни одного класса Ни считать Ни писать Но ее задача Дом сохранять И чтобы Все время Макок И чай Были горячие Она дров Насколько жжет И он Тест запросил С него 900 долларов За нее Цена Может добыть Но эта цена Не маленькая 900 долларов А у него там что И он там придумал Что-то Что-то он придумал Я не знаю такое И помаленьку денег набрал И она согласилась Поехать сюда И приехали И вот Он не пил там 20 с лишним лет А тут за столом Сразу выпивка А она жена Ей наливает А она нет Но когда она уезжала Мать не хотела Сильно противилась Мать И навела на нее поршу И она начала болеть Они верят в колдасу Любое Он возит ее по больницам Толку никакого нет И он ее домой отпускает Маленько погодя И сам поехал Обратно в Афганистан Здесь побыл И все снимают И снимают И снимают И никому Ни сына Никто не противоречит Всем полезно А как бы мы это узнали Как он там В Афганистане Один там Полтора года Потребовался Он запруду сделал А потом сделал Маленькую мельницу И там Ну работал на этом И за счет этого жил У нас Ну нет как-то Подвижки никакой Он приехал В страну Из каменного века И понял Что там пьяный Тут пьяный А что же делается здесь Развернулся и назад В каменный век Скукота смертная Получительно 14 стих Но облекитесь В Господа нашего Иисуса Христа И попечения о плоти Не превращайте в похоти Толкование Совлекшись нас Одежду греховную Украшает Наконец Нас Облекая Нас уже Не в оружие Света Но что более Может ужасать Делая Одеянием Нашим Самого Владыку Кто Облечен В эту одежду Тот Имеет Всякую Добродетель Не запрещает Попечения О теле Но Похоти Заботься Говорит о теле Для здоровья А не для непотребства Ибо То было бы Не попечения Когда Когда бы Ты возжег Пламень И распалил Печь Во вред себе Старайся только О том Чтобы иметь Тело здоровое А что сверх того О том Не заботься И не возжигай Похоти тела Но все Но все Чаяние Обрати К духовному Попечения О плоти Не превращайте В похоти На практике Покажи Где это бывает И как Раскрой Сначала Попечения О плоти Конкретно Как ты это понял И что изменилось Когда ты уверовал Сколько требует Плоть Ну это Давид Можно сказать Жил себе нормально Потом начал Строить дворец Построил дворец И Очень ему он нравился Как он сказал Вышел на кровлю Посмотреть А с кровью то увидел Версавию Ну а так как у него Уже хороший дворец И постель Видать Отличная И Разгорелось Вдруг у него желание Потому что все есть А кстати Сегодня проповедь была Как раз и говорилось Об этом Что мы Бога забываем Тогда Когда удовольствие У нас Это Азакея проповедь была Все у него Было Но он Наоборот Вожелал Того что Нету У него А то что Вот удовольствие Там все это Излишество Все это Это Человек Приобретает Себе Именно Тогда когда Попечение У него Превышают От тела По плоти Своей Ну а у меня Первая мысль Это Объедение Преслабута Объедение Попечение Как вот Жить для того Чтобы есть У меня у мамы Подружка была Она полная 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 И потом Начали передач Это что Похудение Похудение Мода Единственное Удовольствие И то хотят Отнять У человека Она так переживала А как на себе испытать Когда я уверовал Я стал Себя Ощемить С Божьей помощью 22 килограмма Улетело Еще Не до конца Вот что такое Попечение О плоти Есть Для того Чтобы жить А некоторые Жить Для того Чтобы есть Если бы только Поесть Да Но там еще И одежда И как правильно Брат заметил И жилье Зачем одному Такие дворцы Храмы Смысл Да Действительно Захочется Храму Нарсавию Потом пригласить Ее не пригласили Ее привели Лев Толстой Говорит Вот как говорят Монашеская еда Хлеб да вода Ну неплохо Кусок размочить В воде В котором Варилось мясо А потом Говорит Неплохо И само мясо съесть А когда Это все есть Ты собаке Сейчас помнишь Неплохо бы Запирить Запирить И в сметане И он перечисляет Что неплохо Если два фунта Мясо съест Мужик Который пилит Это пилой Пилили Вдоль бревна Доски делали Ему это как раз А если так Открыть Только один клапан Ниже пояса Больше ему энергии Девать некуда Поэтому сразу Рождается блуд Излишняя энергия Она никуда больше Не выходит Его мутит И он ищет А дальше Ну хорошо бы Если бы еще Музыка играла И женщины были Киди Тогда чтобы она Ну вы видели Даже у нас был фильм Давид Мальчишка когда попал к ним Они нормально живут Помолились Все И сразу слугам И сразу музыка заиграла Там пения Святые не так жили Имея пропитание Одежду Не сказано Какие Но имея Будем довольны Будьте благочестивы И довольны Все А вот начинают А давайте поровну Экспорпиировать У них возьмем Вот отсюда Рождается революция Из-за чего Всех сделаем Богатыми Ну а дальше Штурму и Бастилию Дальше захватывает Зимний дворец А теперь пойдете Под нож Как в Ливии В Ливии сейчас живут Хуже чем до революции Может в 150 раз Все отнято Все разрушено Куда же вы лезли-то Наивысшее достижение В России За всю историю 1913 год Мы к нему еще давно Давно Хотели подойти Так и не подошли На душу населения Такой заработок Такая что была Твердая валюта В золоте Самая твердая валюта Была в Европе И от всего этого Отреклись А что прихоти Ищить свои нравные Было питание Да было Вот я Книгу-то помните Приносили здесь Давали Алтай люди Вот там как раз Говорится Сколько масла Сколько отправляли Это в НЭП Это период НЭПа А это еще не то Что было до революции Если бы вот Люди это поняли Я вполне доволен А что ты хочешь сейчас Вы вспомните Когда Александр Невский Спросил Философа Он ваше что Стоит ответил Императорское Высочество Величество Отвернитесь маленько В сторону Вы солнце закрыли от меня На котором я греюсь Македонский Ну Не Невский А? Александр Македонсков Ну Пришел Увидел Наследим И разбирали Как Кружкой пил Одна кружка была А потом мальчишку Видел Пригрышный пьет Посмотрел на кружку И ты лишнее И забросил Это Это же это было Ну Можно нам Как-то Маленько На этом Остановиться Вот не хватает Я не могу Да ты один месяц Проработал 12 мест Проживешь Иди на дело Божье Да мы решили Квартиру взять Да то Другое У нас была Однокомнатая Квартира В деревне Без фундамента 12 ребятишек Отец инвалид Войны Без руки Я не думаю Как сейчас Помещались И никогда тесно Чтобы тесно Некуда спать было Не знали На полу Все Зимой Холодно Шубы Одеяло шубное 12 ребятишек И прокормить надо В деревне было Ниоткуда дохода не было Свой доход И как-то Власть отвечала Это Отцу помню Сапоги дали Награда была Сапоги А в деревне Был председатель Блатов Иван Андреевич Хороший мужик Председатель Но он был под броней Под броней Значит На войну не брали А он здесь оставался Какая причина Не знаю И потом Первый секретарь был Суковатист Отец как-то его называл Он встретился с отцом А дали за то Что он за производительными Быками зиму ходит А летом пасет Как Тихон Дмитриевич У тебя Сапоги-то тебе По размеру прислали Он говорит Какие сапоги Как Да мы же тебе Премию вырешили в районе А сапоги в районе Вырешить Это О Награда была А председатель их надел И ходит в них А отцу сапоги дали Одной рукой Это шнурки-то не застегнешь И отец только сказал Вот так А Буля меня говорит И все И он Ничего нигде нету Внезапно умер Он меньше моего отца Лет на 20 жил Отец вес изодранный Изорванный Контуженный 76 лет Мне еще 3 года жить Два с половиной Чтоб до отцовой А Мария Степановна Мария Егоровна В 86 Ну вот Так что до Марии Егоровны А мать моей матери Бабушка уже 95 Ого Но судя по ним То я должен уже был бы отойти Ну Отца была другая жизнь Давай 14 глава Первый стих Немощного вере Принимайте без споров о мнениях Толкование Многие из уверовавших иудеев После обращения Наблюдали различия явств Содержавших от свиного мяса И не дерзали совсем отстать от закона Вот смотрите Без споров о мнениях Ну не спорь Отсюда вывод Молодым не надо задавать вопрос А ты как понимаешь? Не надо Он должен записывать И принимать Записывать и принимать Все И постепенно он примет Узнает устав Порядок Поведения у христиан Я вот на занятиях Ни одного вопроса не задал За 17 лет А зачем? Ты ответишь на суде Божьем? Ну может какой-то там вопрос Такой У нас каждый получал Учил Записывал Как он записывал? Что мое задание было дать Дать Слава Божьем Позвольте Тут наоборот написано Немощного вере Не принимайте без споров о мнениях То есть Нам не нужно спорить Не принимайте? Не принимайте Или принимайте? Принимайте А ты говоришь Не принимайте Принимайте без споров А раз без споров Его не надо и спрашивать даже Он должен только принимать Слушать и молчать? Да Слушать и молчать Как Шариков Балбесцы Да А когда все будешь знать Тогда можешь подавать голос Как спорить? Два дня только ходят Уже какие-то мнения Как у сектантов У нас не должно было быть этого Ты прочитай Златоуста полностью Толкования Начни жить Соблюдай посты Канона ознакомься У тебя все это выметрится Если ты православный А если ты вольнодумец Ты не туда попал Не по адресу Вот я и говорил Это побег в легион У них задача стояла Выявить слабых И поскорее очислить Задача-то какая была Даже думаю Сначала я думал Ну как же так-то А он не дойдет до конца Он только тормозит И тормозит нам все время Мы не можем так рассуждать Но если ты решил быть верующим Найди такое Где тебе плоть смиряется В первую очередь я хотел кого Я назвал кто Вот они вокруг меня сидят Товарищи Друзья и братья На месяц на один Вставать будешь Вот легли они в час В два часа подъем 48 километров марш И какая-то гора Из-за него песка И они на четвереньках Как карабкают Только поднялись Опять бегом И дальше какие уроки идут Как смотреть Как видеть Как записывать Воевать Один месяц И мальчишка 18-летний Дошел до финиша И он уже заранее Каким он придет Как на него посмотрят А другие не смогли Их предупреждает Какой ты явишься На тебя надеялись Я знаю Я не привык слушать Вот какое У меня подчинение люди Я не пьяниц Я не наркоман Я привык Чтобы моего выполняли слово А здесь надо выполнять Я не умею И так он не дошел Я не привык А тут надо сломать Само себя А вот этот герц Ему даже нужды нету Он Обритый под бритву Еще не скажут Он везде Подтянуться там Сколько там Пять раз Он 55 Ему Он весь из этих мускулов состоит А вы видели Как он этих Всяких личинок ест Верил Это Вот как он ест их Надо смотреть на него Видно Что у него такое смирение Он же сказал Вот Эта программа Для того Чтобы выжить Теперь смотрите на меня Что нужно делать И он эту гусеницу Другой бы мимо прошел Он эту гусеницу берет Для нас Показывает Начинает жевать И видно По глазам У него глаза меняются Там такое Чувствуется Что он хочет Ее назад Извергнуть Но он знает Там И он Тут протеин И он ее туда И все Вот так бы нам Так бы нам За духовное Цепляться Вот чувствуешь Духовное И ты тебе неохота Вот Ты себя Себя Это должен Всего А лягушку Как Он комментирует Так Комментирует Какое растение Сколько там Витамина Какого витамина Вот ест Какое-то саранчевое Я думаю Хоть крылья Оторвешь Нет С крыльями Много там Витамина С Только хрустит Где-то А вот это Вкусно Нашел тюлень Дохлый Он его разрезает А там Щервики Эти червени Неплохие Он берет их На нож Мясо Если нельзя Эти щебе Она берет Целая ладонь А мясо Хватит Пройти Там 300 метров Он абсолютно Все комментирует Вот это растение Когда растет Какое время Корешок Какое можно Брать Сколько витаминов У него Громадное знание Паука Какого-то Нашел Голову Оторубел И тут же опять Жует Рядом Смотришь Ой-ой-ой Так он Очень прагматичный Он показывает Как правильно Наступать Как все И он все Рассказывает Это видно У него в голове Как это Ну талант Да вот Когда ночевал Там где-то В пустыне Здесь Говорит Леопарды ходят Он нашел место Куда залезти Себя привязал Там чтобы не упасть На выступе Ночевал После разводит Как развести костер С какого И как опускается Вот где-то там По ущельям идет Отсюда А дальше Как переплыть Там где крокодила Возельц говорит Он говорит Идет в Амазон Особенно трудно было Там спецназ выбросили И руководитель Оказался неопытный Я не знаю Сколько 25 Что ли человек Все погибли Как его фамилия Фамилия его как Ну звать Как его У него Сложное Бер Бер Это я У меня выставлено На форуме Все Все Выжить вдвоем Там другой еще Мужик есть Выжить вдвоем А это выжить По одному Во что бы то ни стало Он выжил Я не знаю Даже если такая обстановка Где бы он не выжил Он интересно Там у него еще Допустим Он Набор Набор Каких-то предметов С собой И он Без поддавков Допустим Вот заблудился турист Что у него может быть Ну ножик Обычно у туристов есть Какой-то там Кусок веревки И даже спичек нету Допустим Спички потерялись И он показывает Как вот в тех условиях Разводить огонь Без спичек Это вот это Для меня всегда было Самое удивительное У нас тут В тайге не разведешь И где-то он С собой кресало берет Какая-то просто Проволочка Из какого-то металла Он вот так вот берет По камню Или по ножу И прям искры Но надо знать На что эти искры должны упасть Упасть Он знает Ой молодец Там хорошая А сам себе не видно Переведи на духовное Я там натаскал столько роликов 15 вдвоем роликов И 15 полнокровные ролики ставят 30 роликов с лишним Не выйдешь оттуда Ну это я далеко В разные места лазил Искал его Я знал что искать Ой-ой-ой Это на фуле вы поставили Морская вода Никогда не пей Если ты выпил Хотя бы там пол литра Ты обречен на смерть Что в организме делается И вот он на берег Теперь эту воду Как они Это можно, говорю, сделать Как? Наливают воду Сверху у него целопан Где-то поймал Камнями приложил Солнце там А теперь эти капли Которые Скапливаются в другое место И теперь собирает Как он Воспаление А теперь охлаждается Носит воду Охлаждает там трубку У него прям по трубке течет Удивительный мужик И вот я бы не попал где-то Какие-то кости лежат Как ловить животное Это что-то пристроил Достаточно Аминь 14 глава 1 стих Немощного в вере Принимайте без споров О мнениях Не легионер Толкования Многие из уверовавших Иудеев После обращения Наблюдали Различия яств Воздерживались Воздерживались От свиного мяса И не дерзали Совсем Отстать от закона Потом Чтобы не обличили их В том Что воздерживаются От одного мяса Свиного Воздерживались Вообще От всякого мяса И питались Растениями Другие Более Другие были Более совершенны Не наблюдали Ничего подобного И были Укоряемы От наблюдающих Павел Опасался Чтобы совершенные Обличая Несовершенных Неблаговременно И ненадлежащим Образом Не отклонили Их От веры Христовой Поэтому Мудро Приступают К делу Заботясь О пользе И другой стороны Он Не отважился Сказать Укорящим Вы худо Делаете Дабы Не утвердить Несовершенных В наблюдении Ими Обряда Не отважился Так же Сказать Обличителя Вы хорошо Делаете Чтобы не сделать Их в нападках Сильнейшими Напротив Предлагает Увещание Приспособленное К тем И другим Его обличение Направлено Казалось бы Более против Сильнейшей стороны Но в самом деле Вся сила Онова Падает На немощнейших Немощнейших Ибо тотчас Выражением Немощного Показал Болезнь Таковых Когда Когда Говорит Принимайте То Указывает Нужду В великом Попечении Для них Это И есть Признак Крайней Славости Их Без Споров О мнениях То есть Не осуждайте Его За немощ Не Соблазняйтесь Не Смущайтесь Многими Помыслами Но Всячески Старайтесь Уврачевать Его как Немощного Ты можешь Что-то сказать Конкретно Ты мясо ешь? Да А свиное? Да А я вообще Мясо не ем Уже лет 30 Отсюда вывод Ты сильный Я немощный Я вас принимаю Я вас принимаю Гнать Кипич Приходите Я вас салом Не буду пичкать Вот Теперь Отсюда Вывод-то Какой-то Надо сделать Дальше Это немощный Немощный У них было Что они считали За грех Что пищу Вот такую Это нельзя принимать Это учение Бесовское И святые Соборы Это точно Та же Поставили В укор А если ты Ради воздержания Павел говорит Не буду есть мясо Ради воздержания Это в похвалу ставится Если я немощный Из-за того Что считаю Это за грех А только можно Овощи Капуста Квашеная То это немощь А если я ради Христа От всего отказываюсь Это В сто раз Выше того Которое мясо И все подряд лопают Ключевое слово В этом стихе Немощный В вере И точно так же здесь Некоторые стали понимать Что если он женат И присвитер Не спастись От него нельзя причащаться Запрещающий Ступать в брак Церковь Посудила Это как Бесовское учение А если он не женатый Ради Христа Воздержание Он Тысячи раз Выше того Кто женатый Почему Павел говорит Желаю Чтобы все были Как я А я думаю Духа Святого имею Остался без жены Нищей жены А то все писание Только на 1 Коринфянам 7 глава И на ней 15 лет сидит Не может съехать никак 1 Коринфянам 7 глава Все Вот запретили Запретили сало На трапезе Николая Перестал ходить По льгоев Нету И нету Без сала Не хочет Не хочет Вон там Поезд Зайдет Я же не осуждаю Это можно было Так сделать Церковь без поклонов Никогда не была Даже евреи Перед стеной Стоят вот так Кланяются Я не говорю Что мусульман Которые падают Ну тут тоже Один раз Поклонились А у православных Это вот Ты хочешь Посмотреть как У афонских монахов У старообрядцев Посмотри Крестное знамение Два или три Перстаках На лоб На чрево Чрево Где пуп Правая рука И левая А тут крестится вот так Вот Путин крестится вот так Патриарх Вот так Вот сюда Рука Как писал Ефтюшенко Крестится То в нос То в пах И все это В попыхах Они креститься Не могут И посмотрел Это западное Образец Нам нужно Научиться Правильно совершать Крестное знамение Если мы Православные А дальше Делать поклон Поклон такой Чтобы рука Могла достать пол Или голова Ладони Колени Пол Это земной поклон Я сейчас спрошу Не скройте от меня Кто по утрам и вечерам Волится Хотя бы сто поклонов делает Сто поклонов Регулярно Без пропусков Поднимите руку Можно? Видите как До конкурса Не подумаешь Поднимает руку Сейчас Ты о поклонах говоришь? Да О поклонах Сейчас я о поклонах Сейчас закончу Я уже перестал спрашивать Семикратно в день Семикратно в день А мусульмане не спрашивать Пятикратный намаз 1300 лет Для всех обязательных Да где мы По сравнению С мусульманами Отец Дмитрий об этом и говорит Где? Будущее за ними Он говорит И мусульманин Ближе ко Христу Чем православный Только не добавляют Что такими вы их попы сделали Нужно научиться И в самом ничтожном Извлекать полезное Чтобы быть как Божье уста Говори Я к поклонам как раз Все Хотел Господи Иисусе Христе Сыне Божий Молитва у нас И мы поклонились У нас это происходит На эктиньях Когда эктинья Ну то есть когда Есть малая эктинья А есть сугубая эктинья То есть когда мы молимся Молимся И помяни Помяни Это Помяни Господи Это все там И подай Господи И Господи помилуй И там молитв идет Ну штук 20 молитв А у нас нету ничего Опять Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня один раз Я думаю что на этих Эктиньях Где короткие эктинья Их там всего 3 поклона Пускай останется Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй нас А где Сугубо Эктинья Хотя бы Пускай тогда Чтец Ну там Господи Милости буди мне грешно Я же не спрашиваю Ты говоришь в храме? Ну да В храме неприкасаемо Сразу отменяется Нет Я имею ввиду В каком храме-то? В храме В храме наше Так называемом Апостольском служителе У нас неизменяемое То что Вот то что есть До буквы утверждено Ну принято Епископом Ифтихием Это опасно Нельзя Нельзя То есть Слова правильные Мы не можем То есть надо вовремя Остановиться Это не как дома Ты можешь Вот мы когда молимся Сто поклонов Господи Помилуй нас А потом Господи Помилуй меня А дальше Слава тебе наш Бог И Его воочию У нас все время Разное Мы сто раз не повторяем Господи Иисусе Десять Божьей Матери Десять Ангелу Хранителю Это здесь Дома можно В храме Как мы молимся То что так называем Апостольское служение Ни слова Ни буквы Не добавлять Нигде и никак Я очень прошу Даже Но мы же добавили сейчас Что это? Ибо то есть Царство и Сила и Слава Во веки Да и не добавили По слову Божьему Ну по слову Божьему Господи помилуй тоже Что нам Мы же ничего такого Не добавляем Мы вернули к тому Просто поклоны добавить А если безо всего Поклоны просто Или что? Или поклоны Я про поклоны рассказывал У нас поклонов мало На богослужении Совсем нету Господи Иисусе Господи Иисусе Сыне Божий Помилуй меня Всего девять раз Девять раз А так? Я вам узнаю Правильно говорю Все Но пока Ничего не делать без Батя Я ничего и не говорю Я просто как бы Такой даже не совет Может быть Пускай продумают Может быть кому-то Не хватает Мне не хватает поклонов Знаете что я отвечу вам Каждую молитву Все Понятно Говорит Там говорят некоторые В эфире Даже не кто-то А писатель Георгий Черкасский И он говорит Владимир Вот Против был Русского языка И в тихий Но как-то Лапкиным удалось Его переломить И он сейчас Сам даже переводит Как это? Вы понимаете Это вообще Вещь невиданная Это не просто Замечание Очень важно Мы нигде Не перешагнули Грань Дозволенного Говорят Им палец Да Они по локоть Откусят Это нас говорили Они на этом не остановятся А мы даже Не пытались Идти дальше Мы сказали Считать Барусский Только библейское Где оно считается Не поется А где поется Как псалмы Или отче наш Там по-славянски Церковь на славянске И мы ни шагу Не сделали Дальше этого Понятно? И вот это смирение Это смирение было Господь так позволил Что с нами Был Ептихий Епископ Он нигде не нашел Даже Я опасался Вот надписи Где там между иконами Это не храм Трапезная у нас А где в храме Представьте Висят надписи И на аналое Лежит Библия Обычно Евангелие лежит А у нас Библия Находясь в Библию Я не знаю Спецзаказ сделали В патриархии Для нас Библия Такая Чтобы Ну в каком там Я не знаю В переплете Не в бумажном варианте А бриллиантовый Бронзовый Или какой Чуть не сказал Бриллиантовый Вот И у нас лежит Библия И Епископ Не возражал Представьте себе Что я щтец И в храме При Епископе Говорю проповеди Вы найдите еще Хотя бы один храм Где это есть Чтобы я узнал Сколько щтецов Это Ефтихий Сделал специально Поэтому Он сейчас Как Говорится на покое Я правильно говорю Является настоятелем Богоевелинского собора Тоже правильно будет Вот Он С нами всегда До его смертного часа И после смерти Всегда за него молились Молитесь Я думаю Я думаю С другим Епископом Ну Бог силен сделал Могло так не получиться Хотя Видите Он был и не согласен На начале А потом Когда ему дал Вот это так называемое Апостольское служение Он все проверил А что тут такого Я говорю Так вот мы составили Это Видите Савченко Савченко составил Он говорит А тут ничего такого Нет Без священника Так Ну Никакого Он не давал Распоряжения Но вот эти слова Я считаю За одобрение Достаточно Что Ничего особенного И нет Молились и молитесь И когда они Возвращались Из Америки Ну Как мне передали Там один из священников Может быть В самолете Или где-то Савченко Как кажется Николай И он говорит Ну вот вас нет Там отец Аким А как теперь Там Служба то идет И будто бы Ифтихи сказал Отца Акима Там все идет Как надо Это тоже Что-то значило В такой Период Сказать И знаю Что Это просто Надо ощущать Потому что Я слишком Многое туда Вложил И когда на нас Были где-то Нападки То Я просто Напоминаю Вызываю В вас память От нашей В епископа Ифтихи То он говорил Такие слова Которые я От него Даже не ожидал Вы знаете Когда было назначено Встреча Наша в епархии С епархиальным священством И два епископа Были там И Ну получилось так Что они запротестовали Против съемки Хотя договорились С ними И утром еще Созвонились В епархии Договорились А там отменили В одностороннем порядке В течение Пока мы к ним ехали Не отменили Ну я Встал и ушел А этого не ожидал Местный епископ Максим И спросил Да что Он ушел Догнать И что А Ифтихик сказал Он уже не придет Он на это не пойдет И поэтому Следующая встреча Была при полной свободе Они сюда пришли К нам с аппаратурой Уже сами снимали И у них мы снимали Видите как Поэтому Ифтихик сказал Еще такие слова Их они не записаны Рукой записаны Были Когда он Услышал Как на меня На книге обвинения Он сказал Вы его не обвините Книги его Обвинения Вереси нет Это я поместил В интернете Даже Там все На слове Божьем Его слово Здесь сыграло Считаю я Очень Большую роль Нападения С местной епархии Просто прекратились Они называли Там И служители И дьявол И еще Такого Их не было Сразу Все Стерли И убрали В этом Плане Осталось только Кемеровская епархия Они отдали Семинаристам И сказали Напишите против А это Семинаристы Я ожидал Многое Но такого Не ожидал Даже я Привыкший Всяким Злохулением Богохульством Я не Не ожидал Этого Это что-то Сверх И запредельное То есть Они заходят Из моих книг Берут Что-то Допустим Был Николай Николаевич Судников Он берет А дальше Ругательства Какие только Из него вылазят И наши ролики Берут И туда вставят И дальше Опять берут Что-то отсюда Дальше Этот говорил В выдержанных Тонах Судников А они дальше Подставляют Свои слова Люди Бессмертные Я подумал Даже Написать Им в епархию Но их Не пробьешь Кемеровская Епархия Надо будет Узнать Кто у них Там Какой Аристарх Епископ Но это легко Узнать И помолиться О нем Чтобы он занялся Своей Вот этой Семинарией Какие они Есть Мне Мне это Как человеку Неприятно Но я встал На молитву И сказал Господи Целую руку Твою Что ты позволяешь Претерпеть Здесь Это твоя воля Чтобы жало В плоть Было дано От сатаны Это хуление Это награда И я каждый день Благодарю Бога За Кемеровскую Епархию Что так Такую скверну Они говорят Безбожию Ни одного слова Они не то что Не слышали Он просто Сам по себе Человек наматывает И считал Он даже про это Не считал Нигде Нигде Я садист Там Педофил Ну что он Слышал Какие слова А он все Туда лепит И они это все Видимо утверждают И все это туда идет Ну там Разбойник Что угодно Он берет просто Слова Которые в обиходе Есть И это На пользу Это благодарение Богу Что любящие Десница Божия допускает Бог его остановит По зубам его Бог допускает Это тот уровень На котором я должен Это претерпеть Что это будет дальше Но дальше это не пошло Вижу ни одна епархия Нигде больше нигде не входит Они собрали книги Где-то видимо Кто-то сдал Фотографировали А дальше там Ну продажные Там и шпионы Там что Даже нет того То есть кверли Которого он и не придумал И не сказал Но все это на меня На одного Так что мне нужна помощь Молитвенная Чтобы их Господь Вразумил Пробудил их совесть Потому что там Ни о совести Ни о чем Речи никакой нет Если бы он знал Что его епархия Не одобряет Он бы ни одного слова Не написал Он знает Что требуется Как было раньше Враги народа Предать смерти Собакам Собачья смерть И у него все это Там он откуда-то Цеплял Вот так Слово Одно сегодня Я услышал Любить горячо Кто хотел бы Сказать на эту тему Любить горячо Я поставил Один рисунок Такой Очень интересный Не рисунок А фотография Пасхальный Первый день И мы отмолились И вышли И там Перила на этом Я вот так Облокотился А Надежда Васильевна Подходит Ко мне Где она Наверное Готовит И она Христосуется Меня за голову Притянула И целует И сразу Женщина А жена Ваша Ревновать не будет Слишком уж Жаркий поцелуй Я говорю Это тот Классический Единственный Случай Когда жена Не приревновала К собственной тени И все Заволыпались И остались Довольны Слово Горячо Означает Не холодно Вот когда На молитве Человек Или здесь Он то спит То глаза Вы во время службы Голову не опускайте Только чуть склоните голову Не закрывайте глаза Мы непривычны к этому И во время Особенно проповеди Гляжу Некоторые Вот так вот Сядут Чуть-то не двумя руками Гляжу Только уши заткнуты Или нет Будьте внимательны Горячая Любовь к Богу Должна быть Написано Пламенная любовь Должна она быть Если этого нет Это и не любовь Никакая Это не любовь Это привычка Рутина Как угодно Можно назвать Горячо Значит ревновать Павел говорит Пылает И кто бы соблазнялся За кого я Не воспламенялся Воспламенялся Это как взрыв какой Ну воспламенилась Горючая Воспламенился Там материал Лежал какой-то А человек соблазняется Он Неправильно понимает Он готов уйти куда-то И Павел за него Воспламенялся Это горячо Или нет Воспламенения Ты можешь сказать Что Когда-то ты за кого-то Воспламенялся За родных Которые не знают За близких твоих Или попустил Как идет Так и пускай идет Горячо Ты сознавай Что будет впереди Жаркий-жаркий Пламень и огня И люди Не познавшие Христа Попадут туда И навеки Я вам рассказывал Случай Напомню Про Ярла Пести Он в проповеди Сказал Про одного Верующего Брата Он выходил Утром гулял Ну видимо Про протестантов говорит И там Небольшой Лужайка такая И дедушка Один выводил корову Туда Старый человек Он ее пасет И они с ним Разговорились И дедушка этот До того Отзывчивый был Он прям Слушался вниманием У них контакт Хороший был И этот проповедник Тогда решил Все Больше я Все подготовил Завтра я ему Прямо скажу Приви Христа Поверь Иначе ты останешься Утром пришел Ни корова Ни его нет Он постоял Никого нету Где-то Люди проходят Просил Дедушка Пасет А почему Его нет Так он умер Вчера вечером И вот Я не знаю Кому как Но для меня Это настолько было Я сам плакал Когда это услышал Этот проповедник Целый день Ходил на этом лугу Вздыхал И плакал Как я опоздал Уже никогда Это не вернуть Что же я сделал Это нельзя Возвратить Никогда Сегодня Ныне Богу принадлежит Завтра Это дьявол Говорит Завтра И вот это Самое мощное оружие Сатаны Завтра Вот о чем я говорил Постарайтесь узнать Кто может Выполнить Одну мою просьбу Сейчас В течение недели Созвониться Или сходить В контейнерную базу И узнать Сколько стоит Трехтонный контейнер И как его загружать Чтобы нам Загружать здесь Я скажу Загружать здесь За погрузка Будет идти Примерно два часа Ну на какое время Мы потом договорились Сколько это будет стоить Скажут А куда везти Ростовская область Город Ростов Город Ростов Сходишь Я думаю Что можно было Сходить Двум независимым Даже С кем-то поговорить Не созвониться Только Надо прямо В плотную подойти Это все в компьютере есть Грузоперевозки Контейнерные Все в компьютере Не нашел Я вот искал Где-то что-то Похоже есть Вот допустим Пускают ли нас Таким грузом Книжим Этого нет Меня свозили Специально В визовую службу И они там нигде Всеми отделами Не могли найти Такого никогда не было Мы делаем дело Которого никто не делал Представьте Везет книги Автор И везет на все страны Европы Везет бесплатно И пропустят Через границу То есть Не продажи У меня документы Будут Подготовить Что бесплатно Это все делается У них нет такого Дорогая Не все у них там есть Не все Я звонила Вот это служба Контейнерных перевозок Я туда звонила Справочная Едва дозвонилась Мне сказали Что все есть в компьютере А где Это они ответили так Скажи Они ответили Но есть или нет Ты не знаешь И когда ты узнаешь Что там этого нет Нам нужно точно На город Ростова Да легче сходить Дальше Смотри Теперь Спросят Какой груз Спросите Груз это объем Только контейнер Или груз Вез Говорят что Разницы нет Какой груз Хоть железом загружай Правильно? Нет Поэтому Как сделать так Чтобы если откроют Не выпали Видимо надо тут Досками как-то сделать Загородить Ну надо обдумать Их перевязывать Чтобы книги не развалились С веревочками перевязывать У кого книги На дому хранятся Еще раз Поднимите руки Так Все Я потом скажу У кого Какие надо привезти книги У кого Новый Завет И для слова Божия нету Все не поднимайте руки Кроме Нового Завета И для слова Божия нету У кого? У кого? Двое Значит ко мне подойдете Скажете Мы начнем скоро подтягивать И складывать Сколько будет В прошлом году Мы посетили 240 городов и сел Нынче Так как и такой дальний путь И там будут у нас задержки Я беру В два раза меньше 120 120 То есть будет больше остановок Если есть там русская диаспора Мы постараемся пробиться Собрать людей В каждой стране И выступить перед ними Здесь мы проезжали район И сейчас выставляют Много В гугле Кому мы давали Они друг перед другом хвалятся К нам приезжал Подарил И они перечисляют Меня иногда спрашивают Ну Кому давали Чтобы знали Я в тайне Боюсь еще А они сами выставили Все районы Кому дали Но наверное И в других давали Видать Между собой они дрожат И другу позвонили Перечисляют там Районов 7 Вопрос А вы уже маршрут Какой-то приблизительный Составили Маршрут? Да Я к тому Что может быть Уже теперь Каким-то образом Попытаться Выяснить вопрос О наличии этой русской диаспоры Там в тех местах Где вы будете Где вы на Медике Говоришь только о стране Или за рубежом За рубежом конечно Пока неизвестно Я здесь уже два раза делали И карты мне не нравятся Сережа купил Я просил тебя Обменять И сделать такое Как это По районам Там нам нужна страна Дороги А там мелкие деревни И там не поймешь Где ехать Столько много дорог Нам они не нужны Нам карта нужна Упрощенная Ну как здесь По районам ехали Дорога район Дорога район Другого цвета Государство Проехать как через него Столичные Главные города И все А там мелкие Даже Ну хороший Хороший каталог Ты купил Но Невозможно им пользоваться Не специалист Не поймешь Где главная дорога Где-то растепенная Какая столица Все в одно сгружено Как у дюрера У места водора У него перспектива А у других нету Фигуру на фигуру Ничего нельзя смотреть Что хотела Игнать Игнатьевич Так это у них Такие дороги Все Они у них Все главные Но нам нужно Именно до главного города Зачем Ну да кайна там И есть тоже Я смотрел У Сережи У них не как у нас Это у нас федеральная Ну попробуй дополнительно Достать карту У них везде покрытие асфальта У них грунта Я это понял Я это знаю Но нам нужна Все таки Абсолютно Главная дорога От столицы к столице Пока этого не будет Шофер будет Нам трудно спрашивать Нам нужно Необходимо Как вот старый Который покупал У меня Севастен Вот там очень хорошо Им на главной Трасли Как идет Ну вот вы Предусматриваете Это что Вот вы будете спрашивать Вам так переведут Определенные фразы Которые Которыми вы будете Спрашивать И вы эти фразы Им будете показывать И вам будут А как вы-то их Будете слушать Вы им фразу покажете Вам переведет Он нам покажет Покажет Нам достаточно Как глухонин Пальцем 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 Писать он не будет А может Просто покажет Где скажут Куда проехать Куда проехать Дальше мы снова спросим Нам не надо По этому говорить Переводчик Ну без знания Из-за картины Переводчик Нам говорят Не надо Да брат же был За границей Николай Давайте 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 Говорите По порядку Когда разрешат В курсе Вот послушайте Вот у меня В прошлом году Сын с внуком Ездили в Прибалтику В Латвию Вот прежде чем Вот самое простое Получить паспорт Ну дальше Надо будет Оформлять визу В первом делом Запрашиваются В банке Дают Если работающие Какую-то там Декларацию Анкету Где должна быть Наличие денег На проживание Именно в этой стране И вот Зарплата У нас Вот здесь Вот в Брику Они ездили Должна быть Не менее чем 25 тысяч Иначе Это во-первых Во-вторых Сразу же При оформлении визы Надо Если у вас есть Вызывающая страна Должна быть бумага Которая обеспечит Вам там Проживание Место А если не Значит Вы должны Сразу же Заказывать гостиницу На сколько дней Вы будете там жить И проживание На улице Там никак У нас Под кустом Не будете жить Не пустят Это во-первых Во-вторых В каждой стране В каждом государстве Ну он потому что Все это уже изучил И он мне рассказал В каждой стране В каждом государстве Там свои условия И вот вы сейчас Вот вы со своими книгами Куда вас Вас не выпустят На нашей таможне Потому что Надо Чтоб там была Принимающая страна Которая вот эти деньги Вы везете А они их возьмут По счастям Это все обговорено Ждут только адресы данные Приглашают И не просто в частном порядке А через библиотеки И мы жить не собираемся Мы только проезжаем Это все будет Сказывать декларации Ну я не знаю Как я вам просто говорю Гостиниц не будет Мы проезжаем И все Вот Там Дело в том Потом вот Если приехали Скажем Въехали в какую-нибудь страну Вот потом В следующую страну Вы будете там Оформлять Там совершенно Это шенгенская зона По шенгенскому Это Да Ну вот Вы поехали Соглашение По шенгенскому Государству Поехали Вы скажем Через Польшу Проехали И обратно Это же дорога До Библиотеки Нет Нет Мы вернемся На той станции Можем прийти Мы заранее покажем маршрут Ну я не знаю Нет Я уже больше здесь узнал Ну давай Что для этого Для того чтобы туда поехать Не моя зарплата нужна А зарплата тех кто меня приглашает Правильно И они мне ответили Троих мы принять не можем У меня племянница там И она говорит Давайте Мы же договорились И они меня принимают Валентина Вот Тамара умирала Которая сестра Мы нужны в одно государство В одно государство А дальше Меня сейчас уже ждут Из Греции Сегодня я сделал заказ На Англию И на Португалию Приглашение От частного порядка Приглашение От библиотек Как они сумеют Это сделать Но С места не сдвигается Пока не будут паспорты Паспорт будет Я приглашу Игоря Третьякова Он придет ко мне Сфотографирует Я это все выставлю И им представлю Нам нужно получить Паспорта А за ними все остальное У нас еще время есть И не подпирается Совершенно нормально А вот насчет ночевки Это конечно вопрос Мы на месте все узнаем В гостиницу мы не будем Мы можем договориться Где-то заехать Вплоть до частного порядка Договориться во дворе Остановиться И ночевать И поехать Мы верующих найдем Будем узнавать Где есть люди верующих Нам только переночевать Не заходя в дом Там мы заправимся Водой И всем остальным Мы было такое Проезжали через Бурятию Там нас никто не ждал И заехали мы Я не знаю сколько Ну не меньше Шесть раз И нигде не можем Воды нет Оказывается это район Который не подключен к воде И на него мы попали Но все равно Нашлась душа Которая вышла С радостью Пошла к колодцу И мы щерпали И загрузились под завязку Бог испытывает И он же дает Обстановка разная Мы думали Где привязывать собаку Нашли место Где чтобы Если на нас кто-то наедет Но вот попали В уссурийский край И собака ночевала Только внутри Потому что для Тигра Это лакомая закуска Он мне даже Ошейника не оставит И он все время Спал со мной Пока не доехали До Забайкалья Внутри Вот и все То есть По обстановке Мы уже посмотрим Где внутри Где выйти на улицу С нами сегодня Господь И мы верим Что Господь Как-то это дело устроит Но маленько Накапливается опыт Сережа С твоей собаке Поставили щип У нас одна все-таки Душа защипирована Уже щип получила Вот я Пущу Посмотрите Кому надо щип копать Пущу Пущу По рядам Все Его вставляй Где-то Беж лопаток Вот Не надо Потеряй Вот так Что боитесь Посмотрите Нет Этот чип Мне дали на память Это не его чип Чип вставляется Под кожу Первая попытка Была неудачная И он Собака дернулась И он выпал Она говорит Ой, сейчас я вторую Поставлю Я говорю Это можно на память Стоит 530 рублей Такая услуга Она для нее Как будто У нее таких Этих Они как ножницы Такие Шприцы И иголка Вот такая Толстая И она Раз под кожу Вставляется Потом Машинка такая У нее Вот смотрите Она Пикнула Там номер Высветился Потом дала Штрих-код Штрих-код Наклеивается На паспорт И в паспорте Должен этот штрих-код Совпадать С этим И там Уже И это Во всемирной сети Данные Я оформил На Игната Тихоновича Его Что Телефон Все Что сделали Как урагана Паспорт тоже есть Собаке поставили чип Нет Кроме того Еще Что с ней Пока ничего Потом нужно будет Ее Поставить прививки Перед Перед прививками Нужно будет Прогнать глистов Вот я Глистов Прогнал Потом Через 10 дней Нужно поставить прививки Эти прививки Все Наклеиваются То есть Ни чипированную Ни привитую Ни проглистогоненную Собаку Не выпустят Не примут Бумажный документ Бумажный документ Оформляется Паспорт Международный Тоже Международный Паспорт Урагана Бумажный Ездили такие же Все Гороли с собаками Нормально Тем более Мы едем Документ Она не породистая В смысле Не племенная Документ Возьмет Кинологическая ассоциация То есть Выполнимо все Я задаю вопрос Даже в этой службе Было Ну что то есть То что невыполнимое Они говорят Такого ничего нет Так что Я получил Приятное известие На этой неделе Не знаю Насколько достоверно Будто бы Батюшки друг есть Отец Петр Кажется Белоруссия И он знает И говорит Газель наша Проходимая Новая Ее пускают За рубеж Если этот вопрос Нас вообще снято Мы просто Не надо перегрузки Делать И отдавать Это надо сейчас Получить подтверждение Но мы доехали Допустим так Доехали А нас не пропускают Ну не пропускают Нам вернуться Надо назад Тогда мы начинаем Работать Чтобы доехать Опростаться Приезжаем Снова загружаемся Там газель Уже будет договоренность Перегружаем на газель Машину даем И в работу Работайте В течение полутора месяцев То есть Ну надо что-то Не сидеть на месте Надо делать Опережать События А события Очень интересные Нам есть что сказать Есть что дать И Сильная поддержка Финансовая поддержка Складывайте Каждый Кто что может Я отдаю все Что есть Пенсия Больше у меня ничего нет Господь усмотрит Сын мой Он запутается рогами Так Еще кто Что хотел сказать Все сказали Все да Так С вами Мы договорились Если Господь благословит На следующее Я с детьми позанимаюсь Об уважении К родителям О страхе Перед ними И старше И проще Что в детях Это в корне Должно быть заложено Коротко Вот Людмила Степановна Сказала Это как-то ушла тема Районные собрания Вот я предлагаю Вот где Алексей Загуляев живет Там несколько семей наших живет Чтобы в гости приходили К Алексею Или там К Константину Я там одного человека Мне звонит уже человек какой-то И говорит О Игорь Помнишь там все Вот мы с Костей Там общаемся То есть Костя уже там В авторитете в каком-то То есть вот Константин как лидер групп Закони уже рекомендуется Уже на Константина ссылается Ну то есть как на человека Который что-то ему рассказал Вот Поэтому я рекомендую Что вот Константин Алексей, Севастьян И еще группа Может там сформироваться Группа железнодорожного района Я рекомендую Валерия Сокольских Но он как-то не хочет Там Галина Ивановна Силина Прям Татьяна Капустина Потом у нас Гончарук Александра Михайловна То есть это все вместе Вот пожалуйста Валерий Он говорит А я как после стройки Там и прочее Какая разница Иди грязно Прямо на занятия И Бог тебя благословит Вот прям молитесь за Валерия Чтобы он был руководителем Вашей группы Я была у Валентины Ивановны Александра Ивановны Чернявская Она очень хочет Чтобы у нее собирались Ну это вот ближе К это К Севастьян Она скучает По всей Потому что для бабушек Имеет значение Лишние 100 метров Пройти Это уже имеет значение А сейчас тем более Сугробы Мне приходится Прямо рядом С домом забирать Вот и гололед С претом В прошлый раз было объявление Насчет роботов В общем Деньги уже спрашиваются Кто еще не участвовал Это пожалуйста Вот коробочка лежит Это просто счастье для них Потому что за 200 За 200 всего тысяч Ой за 20 тысяч всего Значит им продают сруб Но его еще надо перевести И еще его надо разобрать Сначала 8 на 8 Поэтому Но это все-таки Какой-то шанс Кто хочет поучаствовать Пожалуйста Потому что другого Такого варианта Просто Ну Встать невозможно Вот спроси Встали Спроси Так Мне Сейчас скажу Мне Гавриил Предложил Оповестить вас всех Кто может Ютубе помочь Я выставил 900 С лишним роликов 926 А где там пояснение Я пояснение брал С сайта Любые вопросы Ответы То есть не связанные С содержанием Нужно сделать так Прослушать Допустим Вот наше собрание Сегодня О чем мы говорили Дома Ты берешь такой-то И на меня Уведомляют Ты увидишь Она сделана Или не сделана Вот этот материал Который я вставил Его чуть сдвинуть И приготовить Материал Строчки на две Хотя бы На три О чем мы Вначале говорили Сейчас подожди Ну мы говорили О том-то На такой-то минуте Смотри по минуте Как идет Дальше Такая-то минута Мы говорили О патриархе Такая-то минута Мы говорили О деревне Такая-то минута Ну о поездке И так вот Выставить минута Поездка Одно слово Поездка И что там внизу Уже не войдет Там количество строк Лишних Не может быть Знаков То там убрать Где-то Найди Ненужные слова Одному это не сделать Нужно чтобы Подключилось Человек десять Материал огромный Все надо заново Прослушать И составить каталог Да нас будут находить Когда каталог составлен В десять раз С лишним увеличится Посещаемость наших сайтов Вот в чем дело Ну представьте Я вот это говорил Когда Мы молились Около храма Христа Спасителя Ну просто подошли И помолились И вдруг составляет Из этого Как буровник Патриарх говорит Тут говорю я Тут приносят Молитвы перед Пятиконечной звездой И заголок Святейший патриарх Куда ты нас ведешь И в один день Пришло больше Чем то что я Выставил В течении двух месяцев Вот и все Вот этот метеорит Упал Ну 15-го числа 15-го Вот только что упал Я сейчас смотрю Посещаемость Снимков Полтора миллиона И Америка Что интересно Как откликнулась Вы посмотрите Говорят Что делается у русских Упал метеорит Ну никто же не знал Что он упадет Да что у вас Съемочные вот эти Что снимают В каждой машине стоят Одни с одной стороны Другие смотрели Прям где упало Рядом Третья так А наша Фу Говорит Странная Америка Ни одного снимка Не могла сделать Как Пентагон Разбомбили Вот и считайте Кто бедный Бедная Россия На каждом У каждого руках Съемка идет И поместили В мировом масштабе Сейчас обращаются Все к русским Да у них еще Такой потенциал У русских Ну попали мы Из-за метеорита Метеорит пало Русские подняли Так что то что мы делаем Это дело не с сегодняшнего дня И когда будет все закончено Если мы выйдем живые То нам есть что будет Поделиться мнением И какая там обстановка Мы сможем сказать Давай Говори Так Вот Надя сделала такое Чтобы мы делали сбор Дроботом Да Делали Будем собирать допустим А нельзя ли у дробота узнать Если ему привезут сруб Он так и будет стоять Не так и сгниет Как баня сгнила И что Надо наверное с хозяином Как будто посоветоваться Прям вопрос ему сейчас Я уже задал вопрос Вопрос в том что баня Не сгнила Баня у него есть Почти Но не доделала Там срубная баня Вот где мыться Там есть Остается только обшивку Сделать вот это Ну а второе Десять лет обшивку делаем Ну То есть вопрос в том Что привезут не привезут Уже у них вопрос Семья решила Это уже их вопрос Это не наше Не наше там воля Будет сгниет Не сгниет вопрос Он просит чтобы вы собирали деньги Никто никого не обязывает Что собирать Не можете Не надо Вот если говорить серьезно Вообще про это не говорили Не об этом речь Надя Не об этом речь Не об этом речь А речь о том Будет он делать или нет Или он будет На десятилетку растягивать Когда дети уже вырастут Вот этот прямо строгий Ему вопрос задается Он сруб Срубнишь к ней Строго сказал Как я Без эмоций Он сказал Буду все Я буду делать Такой специалист Он вообще очень быстро У них намерение есть А будет ли он пить Не будет Он сейчас не пьет А будет не будет Кто знает Что теперь об этом Ну что нельзя Если Как нельзя Надя Ну что глаза-то замазывать Мы люди взрослые Мы понимаем Что это такое Но семье надо помочь Нет 20 тысяч Это не деньги Это не деньги Для такого сруба Если он правда Действительно есть Я не видел Батюшка сказал Помогать надо Надо Мы не об этом Надо человек Помогать А мы сейчас будем обсуждать Какой Обсуждается он По совести Пока полный помогать Игорь Потом отдельно поговорим Больше не будет Здесь разговор закончен Вот смотрите Я посмотрел Этот Западный образ Службы идет И у меня Сегодня утром Я молился В это время У меня мысль такая Пришла Я думаю От Бога ли Я снова встал на молитву И решил Первая мысль была Поделиться с вами А поделиться То что возникает На том Где пусто Оно возникает Не случайно Сегодня католики Католики На уровне Папы Признают Что Реформа Которая Стал делать Или Как называют Они там Протестантизм Мартин Лютер А на пустом месте Он не был Вот это инквизиция Индульгенция Слово Божие Не знают Он перевел На немецкий язык Он же перевел Это надо было Или не надо И понимают Что католическая церковь Теперь уже пошла По его стопам Стали переводить Стали делать Но тогда Не хотели слушать И сейчас рисуют рисунки Такие Папа стоит И к нему Мартин Лютер Подходит И просит Благословения А субботники Из себя выходят Ну от 27 дня Вы додумайте До чего дошло У нас Что Папу ставят Как главным Объединителем всех Ну и что Вот эта комиссия Сказала Вот возникновение Вот этого Это наша вина Мы не проповедовали Баптисты Это здесь Возникли Это в России Это из-за того Что не было Слова Божия Я слышал Одного человека Ну уже в записи И он говорит Когда вернулся После 14-го года Из Германии С пленом То они стали собираться Там он научился Слово Божие Считать И на русском языке Были Евангелия Выпускали Но очень мало И они собираются И батюшку пригласили И батюшка пришел К ним Ему понравилось Батюшке Они говорят Батюшка А что лучше Идти в храм Или заниматься Вот как мы Священник говорит Я не знаю Делайте как вам лучше Что проще То сказать Да вы сходите В храм Помолитесь Благословитесь И дальше занимайтесь А я не знаю Так вот Чтобы Мы поняли Что допустим Адвентисты Седьмого дня Они очень любят Соблюдать Ветхий завет И говорят Не надо Как это не надо Его никто не отменял Господь возвысил закон Они то этого Как будто и не знают Они пытаются Субботу исполнять Как в Ветхом Завете Так у них то Строгость какая Как это полезно Нам взять то И чтобы эта комиссия Сказала Что у нас Воскресенье И на работу Идут и скользящий график Ни один адвентист Во всем мире Этого не делает Ну понимаете Ни один мусульманин За 1300 лет Свинину в рот не взял У нас в армии Принуждали Выстроиться Своих свиней держали Отрезают ломоть И каждый взять Они вот так вот подходят Рукава натянут Ему вот сюда вот положат Он должен идти Ну они Вот так положат И только отходят И вот так сбрасывают Ну а русские свиноеды Тут же подхватывают Солдаты Сало бросил Особенно с Украины Сало Ты как мог сбросить А чурка ты немытая А чурка ты немытая Лучше нас Он знает Что оно вредное Его так научили У нас ничего нету Что угодно сидят И главное выпить И сейчас в интернете Выставляют ролики И люди едут на отдельное Там Ну везде В Таиланд В Турцию И только одно условие Ставят Чтобы здесь В вашем Ну место Пляшу Русских не было Во Франции Везде лозунги Чтобы только русских И показаны дальше Как русские Все пьяные И женщины Немецкие Купаются Их спрашивают А почему вы против русских Да женщины русские Ведут себя как-то непонятно Каждое хочется Нового мужика На каждый день У нас это как-то не принято Чтобы на каждый день Нового мужика Мужик ходит И ко всем пристает Давайте выпьем Выпьем И через барьер Плыгает Падает в воду Если не смотрят Посмотрите Какая скверная идет Это сегодня Сейчас Это не на пустом месте И если нас где-то ненавидят Обстановку можно переломить Только собственным Нашим поведением Понимаете Выступил патриарх Алексей Недавно Алексей говорит Это Кирилл И я его даже распространять Стал этот ролик Другим советовать Как он правильно сказал О том сколько у нас сил И не заботятся Ни олигархи Никто Но он правильно сказал Я все нажимаю И нажимаю И оно все время Выплывает по новому И все люди считают И тоже подхватывает И дальше его речь Он сказал правильное слово Надо найти Где правильно говорят И чтобы такая комиссия Разобрала Что хорошего у яговистов Свидетель его Они идут и к дому Как они любят заниматься Почему это не взять Их руководителей призвать Здесь когда мы собирались Я позвонил их руководителю Михайлов И спросил Он не стал мне давать совет Как по домам ходят Поскольку человек В какое время суток И что Мы в течение недели Уже собственно Наработки Не отстали от них И нас говорят А вы как свидетели Игова идете Ну мы и есть свидетели Игова Только православные А вот у вас Учат людей И надпись есть Как у баптистов Ну мы не баптисты У нас батюшка Один баптист только Баптист значит креститель Но мы уважаем доброе Мы везде берем доброе Мы о войко распространяли О богачеве Песнопене Ярлопесте Меня за это судили Мы берем самое хорошее И поэтому секты возникли Там как правило Где какой-то недостаток И они на этом месте Сеяли Мы виноваты Ну мы то есть православные И нам надо об этом Помолиться Чтобы положено было На сердце патриарху И не заносило Чтобы нас Нам нужно научиться Слушать людей Брать хорошее Я часто обращаюсь К опыту мусульман Посмотрите Как они сумели сделать Пятикратный намаз в день Для меня это самое главное Почему православная церковь Не поставила Это в непременные условия Непременные Вот и все Там думают Как-то выправлять людей Вот этот побег У легион У нас вообще ничего нет Спиласи Несчастные Кто виноват Чтобы мы взглянули Сами на себя Но это было Сверху показано Займемся Создать комиссии какие-то Пойти у каждого Попросить руководителей Научите нас вот этому Покажите Как правильно делать Как ходить по домам Как людей звать Как баптисты проповедуют Как проповедников готовят Как это вы делаете Научите нас И не надо стыдиться этого Это у меня сегодняшняя Утренняя молитва была Я просто не могу Из этого выйти Думаю Как же так раньше Мы не подумали об этом Но я ничего не могу сделать Я не патриарх пока еще Что не патриарх принимает А когда скажу пока еще Все улыбаются Ну что Прокомментируйте пожалуйста Отречение Папы От престола Ну отречение Папы Он 28-го кажется С числа Февраля уходит Говорят Это едини С 1415 года Единичный случай Это неправильно Это примерно Уже четвертый Папа будет Который добровольно Уходит И у меня на форуме Это все выставлено И кто его Когда он побудил Это Форды Расшильды И показывает кто И почему он ушел То есть поставлено Такие условия Которые он не выполнит Ну Доказывать еще не будем Это все у меня выставлено На первой странице На форуме Я целыми днями торчу И хорошее беру Хороший материал У меня Нюра Конечникова Курчина ставит Добавляет На форум Там про третью мировую войну Заходите Помогите разобраться В сенту Краткое содержание В сенту А как посмотрите Как Это на первой странице На форуме у нас указано Как помочь нам Оформить ютуб Чтобы он заработал Чтобы людям дать знать Что здесь есть Вот собрание Какого числа Что собрали Вчера собрание Сегодня О чем там речь Надо указать оглавление О чем там речь Поэтому надо прослушать Если ничего нет Поблагодарим Бога И славнейшую без обменяйя Серафим Без истинения Бога Слово родшую Сучую Богородицу Слава тебе Слава тебе Слава Божьему Спасибо 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 за субтитры